Здравствуйте, уважаемый Презизиум, уважаемые коллеги. Для начала давайте определимся, зачем вообще нам нужно знать анатомию почечных артерий, прежде всего, в меньшей степени вена, с какой целью мы вообще сейчас об этом будем говорить. Что касается именно онкологической практики, тут возможны две ситуации. Первое. Если имеется опухоль почки, и нужно спланировать операцию по поводу резекции почки или по поводу удаления почки, нужно понимать, сколько артерий, как они идут, чтобы не получить лишнюю кровопотерю во время операции. Либо не перевязать сосуд, который планируется сохранить при резекции почки. Либо это может быть ситуация, когда имеется метастатическое поражение забрюшинных лимфоузлов, который расположен топографически рядом с почечными сосудами. И тут, в общем-то, та же ситуация. С одной стороны, нужно максимально сохранить почечные сосуды, то есть знать, как они расположены, их количество. С другой стороны, избежать случайного повреждения этого сосуда во время операции. По большому счету, что касается анатомии почных сосудов, посвящено довольно много исследований этому вопросу. Изначально это были исследования, выполненные на трупах, плюс ангиография. А сейчас, в связи с широким распространением компьютерной томографии, многие исследования дополняются также компьютерно-томографическими данными. Классическая анатомия почечных артерий заключается в том, что почечные артерии отходят примерно на уровне нижней трети первого поясничного позвонка, верхней трети второго поясничного позвонка. Возможно, это смещение от уровня на высоту одного позвонка, каудальнее или краниальнее. Обычно в большинстве случаев имеется по одной почечной артерии с каждой стороны. По данным различных исследователей, проценты немного различнее, но в среднем это 70% случаев. Первым ученым, кто базово, фундаментально занялся вопросом изучения анатомии почечных артерий, был Грейвс, опубликовал свою работу в 1956 году. Он выполнял исследования на трупах, он заполнял смолу почечные артерии, и потом изучал эти слепки, анализировал их. И также применял данные ангиографии. Итак, к какому же выводу он пришел? Пришел к следующему, что, во-первых, существует 5 независимых артериальных сегментов в почке. Это верхушечный, верхний передний, нижний передний, нижний и задний. Почему они независимы? Потому что они не анастомозируют друг с другом никак. Соответственно, если перевязать артерию, подходящую к какому-то из сегментов, то возникнет острый ишемия этого сегмента, и коллатерали не разовьются. Однако, хочу сразу сделать ремарку, что последующие исследования показали, что если вызвать хроническую ишемию, какой-то артерии, подходящую к этому сегменту, то спустя длительное время возможно развитие коллатералей. Но это должно быть длительное время при хронической ишемии. Просто ишемии коллатерали не разовьются. Это первый вывод, который сделал Грейс. И второй вывод сделал, что если есть так называемые добавочные артерии, то именно термин добавочный весьма спорен. Потому что если есть, помимо основной артерии, еще какая-то, то эта какая-то артерия, она все равно подходит к какому-то из сегментов. И этот сегмент вознабжается только этой добавочной так называемой артерией. И в основной некрооснабжается. Тут возникла, собственно, уже спорная ситуация, как же правильно называть все эти артерии. И в связи с этим доктором Кэйсис с коллегами была предложена такая альтернативная классификация вариантов почечных артерий. Но она весьма неоднозначна, но она, тем не менее, как-то помогает раскрыть саму проблему номенклатуры, по большому счету. И постарайтесь задуматься над тем, какие могут быть варианты классификации. Итак, эта система подразумевает деление артерии на типы и на паттерны. Сейчас поговорим о типах. Тип А – это классический тип, когда есть одна магистральная почечная артерия, которая идет прямо от аортерии до ворот почки и никуда не делится. Ну, вот классический такой пример. Правая почечная артерия идет стволом от аорты до почки. Ну, что касается, в принципе, анатомии почечных артерий как таковых, левая обычно расположена немного выше правой, либо правая идет по направлению к низу, а левая идет либо перпендикулярно аорте, либо немного кверху. Тип Б – это характеризуется тем, что отхождение добавочной верхней полярной артерии от основной почечной артерии. Ну, по большому счету, я, к сожалению, в таком случае пишу раннее деление почечных артерий. Ну, и одна из ветвей идет к верхушечному сегменту. Давайте посмотрим, как это выглядит. Вот идет, видим, магистральная артерия, а от нее вот пораньше здесь вот подходит вот такая вот артерия к верхушному сегменту. По частоте вообще вот эти все типы, они расположены по частоте встречаемости в исследовании данных авторов, поэтому это такой 11-й более сейчас встречающихся типов. Тут в самой публикации есть иллюстрация, что вообще эта артерия даже у них отходит вот даже еще ближе к почке, примерно вот отсюда, вот на таком уровне. То есть это все же этот какой-то дополнительный тип они указаны. Следующий тип ЦН – это наличие второй почечной артерии, отходящей от аорты, которая идет параллельно основной почечной артерии и входит в почку так, как вот входит верхняя полярная артерия. То есть вот по большому счету, ну, в таких случаях, я обычно пишу добавочная почечная артерия выше основной, ну, как это может по-другому, другими словами его выразить. Ну, на кратеризображениях это выглядит примерно так. Здесь вот 3D-реконструкция, может быть, лучше может показать. Вот артерии, вот есть основная артерия, которая идет в ворота почки, а есть вот вверху артерия непосредственно входит в верхний полюс почки. Здесь показано стрелочкой на слайде, на 2D. Ну, вот это та же самая почка, только, естественно, в опухоли почки в верхнем полюсе определяется. Тип D. Это когда имеется почечная артерия, которая отходит от аорты, параллельно основной, и входит в почку, как нижняя полярная артерия. То есть такое же, как тип C, только наоборот, не вверху артерия добавочная, так называемая, а внизу. На КТ-изображениях это может быть выглядеть примерно вот так. Здесь вот есть основная. Ну, 3D-реконструкция была непоказательна в связи с тем, что добавочная артерия, она весьма малого диаметра. Они очень хорошо видны в этой реконструкции. Вот есть основная артерия, а вот внизу стрелочкой показана артерия, которая подходит к нижнему полюсу почки. Вот особенность здесь в почке имеется опухоль, которой прилежит вот эту добавочную артерию. Это тут очень важно знать во время операции, чтобы, если выполнять резекцию, чтобы не повредить вот эту артерию. И тип Е, это когда имеется отхождение добавочной нижней полярной артерии от основной. Ну, то есть, как тип Б, только тоже наоборот, не в верхнем почке, а к нижнему сегменту. Отходит от добавочной артерии клевая почка. И вот стрелочкой показана артерия, которая идет к нижнему сегменту почки. Так, это что касается типов. Но что делать, если, например, имеется не одна добавочная артерия, а две или три? Вот потому что тот же Грейвс описывал, его классификация была 5 типов. То есть, условно, может каждому сегменту подходить к каждой артерии. Как это тогда классифицировать? Тогда, как я понимаю, в этих ситуациях используется такое понятие, как паттерны. То есть, там получается типа такой-то и такой-то, а паттерн, в общем, паттерн зависит от количества артерий, входящих в почку. То есть, соответственно, он может быть от 1 до 5. Потому что все, опять, сегменты в почке. Вот. Ну, вот пример такой. Ну, вот здесь один и тот же пациент. Вот к правой почке подходят вот три артерии, тут паттерн три получается. А здесь к левой почке подходят вот тоже, вот смотрите, есть вот основная артерия, от которой потом подходит вот верхняя полярная артерия. И вот есть еще другая артерия, которая пересекается крест-накрест с основной и идет к нижнему полюсу, к нижнему сегменту. Кстати, вот эти такие перекрестки артерий тоже нужно отмечать и указывать, потому что тоже важно в время операции хирургам понимать топографию сосудов, чтобы не пылить сосуд, либо не перевязать. Вот. Тут получается тоже паттерн три и левой почки. Но есть еще также варианты артериоэнтомии, которые не вошли в данную классификацию. Ну, в частности, если почные артерии отходят не от аорты, а от других каких-то артерий. На слайде показано отхождение добавочной почной артерии от левой общей подвздошной артерии. У нее ход очень криволинейный, и она небольшого диаметра, и она дает ответвление, и поэтому на твере реконструкции не очень получилось показать. Вот такие вот на слайдах можете посмотреть. Вот также еще описаны очень редкие случаи отхождения добавочных почечных артерий, от каких-то висцеральных артерий, в частности от членов ствола и его ветвей, от верхней проживочной артерии. Но это очень редко. Что касается вен. Ну, вот вены, в отличие от артерии, именно в почке, они как раз-таки анастомизируют друг с другом ветку латерали. И, в общем-то, при повреждении, если есть не одна почечная вена, то при повреждении какой-то из них одной, высокая вариация развития коллатерали, и поэтому повреждение, перевязка вена не так опасна. В плане ишемии, как перевязка артерий. Но повреждение вены, конечно, опасно кровотечением, поэтому в любом случае нужно знать, нужно знать количество вен каждой почки и их ход. Что занимается по поводу хода вен, бывают в речке такие ситуации, когда левая почта вена проходит к сзади от аорт. Это нужно обязательно указывать, потому что особенно при выполнении лимфодиссекции, если этого не знать, то крайне высокий риск повреждения этой вены. Вот здесь пример пациента с карминогенной опухолью. Здесь имеется две левых почечных вены. Двен расположенный каудальник как раз проходит к сзади. к сзади от аорта. К сзади от аорта. Она более крайне расположена, какой-то сзади от аорта, как и положено. Ну, еще есть вкратце указать какие-то еще нюансы. Описание, ну, безусловно, есть и имеются какие-то опухолевые тромбы в венах, ну, или гемические тромбы. Конечно, их тоже нужно указывать. Но в данном случае не стоит цели доклада, поэтому остановиться не будем. Единственное, что тут можно указать, что действительно каудальник расположенную вену, она, безусловно, окружена метастически пораженными лимфозлами. Это, безусловно, тоже нужно указать в описании, чтобы хирурги могли планировать лечение. Ну, в заключении хотелось бы сказать, что, безусловно, важен такой подход общения с клиницистами активного обсуждения пациентов. Вот, чтобы... Если мы в наших описаниях можем написать, как нам понятно, какими словами нам понятно, но если клиницист может не совсем правильно оценить запись и обсуждать, чтобы все друг друга понимали. Спасибо за внимание. Продолжение следует...